Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Судя по всему депутаты нынешнего созыва посчитали свою миссию уже выполненной и перестали работать на благо избирателей. Заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка не состоялось. Официальная причина звучит вполне прилично, не было кворума. На самом деле это означает, что из 14 народных избранников пришли только четверо. Остальные, видимо, были заняты более важными делами. А вас мы попросим остаться, во всяком случае до ноября, чтобы кресло в городской администрации не пустовало. 11 июля официально истекают полномочия мэра Вячеслава Двораковского. Но градоначальник кабинет в мэрии покидать не торопится и останется за главного в городской администрации, пока новый созыв горсовета не выберет преемника. Некоторые омские эксперты уверены, что на эту ситуацию не может повлиять даже скандал, связанный с солидным вознаграждением за труды высшему эшелону муниципальной власти. Буквально на днях в прокуратуре заявили, что на протяжении нескольких лет миллионы из бюджета на премии Вячеславу Двораковскому и его замам выделялись с нарушением законодательства. В самой мэрии отреагировали быстро, пояснив, не мы это придумали. Практика сложилась давно. После того, как информация стала достоянием гласности, мнения политического бомонда на этот счет разделились. Одни считают, что чиновники должны быть сытыми, иначе коррупция будет процветать. Другие разделяют мнение прокуратуры. Раз не можете наполнить бюджет до краев, то и о премиях не должно быть и речи. Мы, конечно, против. Когда дефицитный бюджет выплачивает миллионные премии, это не совсем справедливо. Если бы изменилась ситуация, выправилась, бюджет стал бы у нас расти, соответственно, то, возможно, человек приложил максимальные усилия для этого. Из-за этих усилий, конечно, должен быть вознагражден. Но в данном случае я не вижу смысла выплачивать миллионные премии. Накануне выборов такие заявления должны, по идее, добавить бонусов партийцам. Однако тут же возникает вопрос, почему раньше депутаты не замечали этой строчки в бюджете, за которой они, к слову, голосовали. О том, что отдавать свои голоса нужно аккуратно и вдумчиво, напомнили всем журналисты из Красноярска. Ведущий выпуска новостей в прямом эфире похвалил депутатов Красноярского Заксобрания за находчивость. Народные избранники, вместо того, чтобы поднять зарплату врачам и библиотекарям, решили, что законотворцам деньги нужней. Видимо, думать о народе на голодный желудок у них, так же, как и у омских чиновников, не получается. Цитата. И тут руки депутатов, или как они голосуют там последним планшетом, взмылись вверх, или тут же стали нажимать. Вот, при этом за повышение зарплат проголосовали единогласно. Мы голосовали за этих ребят. Группировка «Ленинград», похоже, должна благодарить директора департамента культуры Омска Владимира Шулака за бесплатный и мощный пиар. Новости, где так или иначе упоминается сам Сергей Шнуров, его песни, его манеры исполнения, уже которую неделю оказываются в информационных лентах, причем не только омских. На этот раз масло в огонь подлили православные активисты, причем из Новосибирска. Общественникам не понравилась симпатия губернатора Виктора Назарова к Ленинграду. По мнению верующих, объяснить главе региона, какие песни слушать нельзя, должен областной прокурор. Именно к Анастасу Спиридонову обратились члены Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, культуры и традиционных ценностей. Жалобы на тот факт, что Виктор Назаров открыто высказался в поддержку концерта Шнурова в Омске. Но при этом и Надежду Бабкину новосибирцы доброго слова не удостоили. Репертуар певицы назвали пародией на народную культуру, а ее коллектив – совковым хором. Старый рекламный лозунг, призывающий хранить деньги в банке, вновь актуален. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому региональных операторов капремонта предлагают обязать хранить собранные с населения средства на банковском депозите. Такая возможность есть и сейчас, но пользоваться этим или нет – дело добровольное. Во всяком случае, пока. Действующая редакция статьи 176 ЖК согласит, цитирую, «Региональный оператор вправе размещать временно свободные средства Фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора в российских кредитных организациях». Эту формулировку предлагается заменить на «Обязан размещать временно свободные средства». Как сообщает издание «Известия», в пояснительной записке к законопроекту прописано, что только 8 региональных операторов разместили средства на депозитных счетах. Это организации из Красноярского края, Республики Северная Осетия, Ставропольского края, а также Чеченской республики. В списке еще Астраханская, Воронежская, Рязанская и Омская области. Примечательно, что отвечать на вопрос, куда уходят банковские проценты, начисленные на депозит, прогрессивные, но скрытные омские коммунальщики не торопятся. Представители регионального фонда капитального ремонта попросили время, чтобы подготовить официальный комментарий. С подачи федерального издания они оказались в неприятной ситуации, поскольку ранее уже неоднократно заявляли в местной прессе о фактическом провале программы капремонта из-за отсутствия денег. Омский Чернобыль все-таки продадут. Депутаты после продолжительных раздумий и дебатов поддержали идею приватизации троллейбусного депо по улице Ватутина и ПТП номер один. Эти помещения находятся в аварийном состоянии, а на ремонт средств в бюджете нет. По словам чиновников, от их продажи можно получить порядка 230 миллионов рублей. Эти деньги чиновники планируют направить на компенсацию межтарифной разницы и тем самым сдержать повышение цен за проезд. Вопрос снова вынесут на заседание Горсовета. Не верят на слово, россияне не ощутили рост национальной экономики и выход из рецессии. Об этом свидетельствует опрос Высшей школы экономики. Каждый третий гражданин считает, что за последний год его материальное положение только ухудшилось. Позитивно оценивают перемены лишь 15% респондентов. Ощущения граждан их не обманывают. К примеру, если годом ранее среднестатистический АМИЧ мог на свои доходы купить 8 минимальных наборов продуктов питания, то теперь аппетит пришлось умерить. Хватит только на 7. Тут негативные последствия с точки зрения мотивации. И если человек, например, не удовлетворен своим материальным положением, то это однозначно может сказаться на его производительности труда, ну и на, в частности, социальных, политических настроениях в целом. Резкий скачок цен на продукты этот процесс усугубил. Подрожавшие в 3-5 раз овощи ударили по самому чувствительному к инфляции слою населения. Взлетевший индекс борща заставил экономистов и социологов снова заговорить об ухудшении качества жизни россиян. Тем не менее, согласно официальной статистике, уровень инфляции в Омской области за первое полугодие составил 2%. Это самый низкий показатель с 1991 года. Колебания цен наблюдаются только на продовольственном рынке. Этот тренд стал общим для всей страны. Зато, как заверяют чиновники, темпы роста тарифов и стоимости услуг медленные и не вызывают у потребителей власти серьезных опасений. Бензин, к примеру, по итогам года будет дорожать в пределах инфляции. Если посмотреть динамику за последние три года, то цены на бензин ровно укладываются в инфляцию даже с учетом последнего повышения. Беспокоиться вообще бессмысленно. Тем временем, состоятельные россияне явно не делают ставки на национальную валюту. В июне инвесторы массово сбегали от рубля и наращивали вложения в доллар США. Отток капитала наблюдался в финансовом и нефтегазовом секторах. Очевидно, что инвесторы не ждут от российских банков и нефтегазовых компаний высокой доходности. Процентные ставки падают, а нефть дешевеет. К тому же, никто не отменял геополитические риски. Среди простых граждан тоже оказалось много пессимистов. Согласно уже опросов ЦУМ, жители страны ожидают ослабления национальной валюты, и даже дают свой прогноз стоимости доллара – 62 рубля. Финансисты эту планку считают вполне реальной. Действительно, в горизонте нескольких месяцев цена за доллар 62 рубля, она смотрится вполне вероятной. Основным фактором, который будет играть против рубля, это будет цена на нефть, а также антироссийские санкции. И страх зарубежных инвесторов сохранять длинные позиции при относительно невысоком спросе на российские еврооблигации. И хотя точных моделей предсказания курса валют не существует, народный прогноз уже сбывался. Так, в марте прошлого года, когда курс доллара составлял почти 80 рублей, россияне посчитали, что через год планка опустится до 55 рублей. И это оказалось самым точным прогнозом. Впрочем, чиновники все равно уверены в укреплении национальной валюты. Настоящие оптимисты работают и в Минэкономразвитии, а в августе там ожидают дефляцию за счет снижения цен на овощи, которые в июне изрядно подпортили общую картину состояния экономики страны. Неожиданный поворот. Как оказалось, китайцам, кроме наших сладостей, интересна также одежда российского производства. Омская область готовится уже в конце июля отправить в Маньчжурию полторы тысячи изделий из трикотажа. В ходе прошедшей бизнес-миссии в Китай было достигнуто соглашение об открытии в торговом доме Маньчжурии точки площадью в 70 квадратных метров, где будут продаваться товары от омских швейных мастерских. Ранее чиновники рассказывали, что в Маньчжурии на ура разлетелись омские изделия а-ля рус, конфеты и мороженое. Помимо пищевой продукции, участники бизнес-миссии показали логистические и инновационные разработки, системы видеонаблюдения. Но они, судя по всему, не особо заинтересовались зарубежных партнеров. Ведь если верить роликам в интернете, прогулявшись по рынку в Китае, можно запросто найти все комплектующие для айфона, а при наличии определенных навыков еще и собрать его.